В защите каракан. Играю против 2,550. Партия будет в описании. Кому интересно, забегайте, посмотрите. Задвигаю и чем интересен вариант дебют? Дело в том, что на защиту каракана здесь фактически очень много ходов пешками делают. Там 6, 7 бывает. То есть уже 1, 2, 3, 4, 5, 6 ходов пешками, друзья. И вперед еще раз. 7-ой ход снова пешкой. И только на 8-ом ходу развиваю фигуру. То есть в чем идея? Мы выбиваем опору из-под слона и в будущем хотим использовать слабые белые поля. Это раз. Во-вторых, тормозящая жертва. То есть при случае, вот этот ход Е6, при случае эти фигуры стоят. На самом деле чаще можно увидеть какой-нибудь ход ферзь Д6. Съел, съел. И идея в том, что как-то пытается потом ходом Е5, либо ходом Е6. Черный пытается все-таки свои фигуры как-то доразвить. Здесь же такой возможности, как было в партии, не получилось. Е6 принял жертву, разменялся. Стоит отметить, что с этим соперником за утром мы сыграли две партии. В первой партии я не получил по дебюту абсолютно ничего. Переиграл, правда, в метельшпиле. Но потом зевнул, поставил пат на последних секундах, имея 2 или 3 лишних фигуры. А у него просто голый король и пару пешек. Ферзь идет на Д6. То есть атака от слабых пунктов. Я дал шах, он отступил. И здесь сыграл конь Е2. Конь Д7. Может быть сильнее было сразу Е5 все-таки за него. Я планировал съесть пешку, защитить своего ферзя. Ход Конь Д7 позволяет мне сыграть Ж5. Тем самым уже, конечно, коня непонятно как вводить. Е5 лучшее решение, видимо. Я сыграл ферзь Ф7, уклонился от размена. Ну, движок пока с примерным равенством. Говорит, у черных на пол копеечки лучше. Но это из-за лишней пешки. Король Ц7. И вот здесь я сыграл Конь Ц3. Чтобы шахов не было. Забавный гроссмейстер Стоквиш показывает здесь как и Конь Ф4, так и ход, который, в принципе, я знаю. Я его планировал в будущем провести. Это ход Ф4. Дело в том, что если теперь побить на Ф4, то просто слон Ф4. Очень больно. Е5 не выработает. Можно просто слоном забрать. И выясняется, что Конь-то связан. Черный теряет ферзя. Этот ход я знаю. Ну, и в случае хода Е4 мы можем уже пойти Ф5. Снова с угрозой слона Ф4. Но ход-то знаешь, да. Но почему-то на автомате решил, что в этой позиции Конь Ц3 будет посильнее. И соперник сразу бьет. То есть так-то я уже был готов, что если он сделает какой-то там нейтральный ход, вроде лагиады 8, я уже готов пойти Ф4. Ну вот, друзья, разбор не только для вас, но и для меня в том числе. Теперь я уже, если увижу подобную позицию, задумаюсь, что даже без Конь-Ц3 сразу можно сыграть Ф4. Дело в том, что это не даже удар по пункту Е5. Мы еще и контроль берем над этим полем, чтобы уже в следующий раз, иначе черные хотят раз пробить, потом еще раз Е5 пойти. А если две пешки будут стоять, то возможности Е5 у него уже провести не будет. Значит, у него будут плохие три фигуры, да, стоять там на восьмой линии. Итак, Конь Ц3. Забрал, забрал. Дал шаг, и вот здесь я почувствовал, что соперник прям близко. Очень мой. Я не стал тут куда-то на Д1 наступать, хотя тоже, возможно, ход. Ушел на Ф1, и в чем проблема черных? Они сыграли Конь Е5. Дело в том, что уже нельзя даже Е5 играть. Обратите внимание, Ферз-то фактически в капкане, ему ходить некуда. Я собирался просто пойти Конь Е2, атакуя Ферзя, и выясняется, что Ферзь ловится. Можно, конечно, видимо, и Конем с Д, да? Да, дело в том, что все равно Ферзь защищает, ну и победа. Ну и по-человечески почему-то хочется именно так. Не знаю почему, по факту выиграно, что одним Конем, что вторым. Так вот, соперник сыграл Конь Е5, и здесь у меня был приятный выбор. Я сидел, сомневался. То есть что же делать? Слон Ф4, и вот здесь, вот здесь я думаю, что же лучше делать? Да, вот движок показывает, что Ферзь бьет Д5. О, это, точнее сказать, Конь Д5, да? То есть я думал, может быть, ринуться в атаку. Дело в том, что как-то Ферзь здесь стоит далеко от Короля. Король фактически гол. Смогу ли я его здесь заматовать? Ну и хотел в случае взятия просто как-то побить даже Ферзь Д5, хотя движок показывает, что он намного сильнее шаг, да? Побить Ферзь Д5. Соперника, мол, Ферзь атаковал. Ну, угрожая где-то какая-то матовая атака. Так, можно вот так вот забрать. Говорит, мат в 11 ходов, но для человека это слишком далеко. Я вот не вижу, как я могу двумя фигурами быстро заматовать. Единственное, что после отступления Король С7 видно, что все-таки угодил под вилку, да? Это бы я нашел. Ну и дальше, в принципе, все понятно. Даже если я здесь мат не поставлю, как движок пишет там в 9 ходов, в любом случае материальный перевес скажется. Но здесь у меня все-таки возобладала осторожность. Если видишь, как говорится, как там говорят, лучше синиться в руке, чем Журавль в небе. Я решил просто Ферзь Ф8 пробил. Ну и дело в том, что после ладья Ф8 забрал скромненько, съели-съели. Подошел, давайте после отступления посчитаем, сколько фигур у соперника. Конь-конь, да? А где же у него слон потерялся? Естественно, что у меня просто лишняя фигура осталась. Посмотрим, есть ли у него компенсация. Да, компенсация есть какая-то в виде двух пешек. Но здесь я не стал играть ладья Ф1, полагая, что соперник может ответить какими-то ходами Ж6, Е6. Поэтому сразу решил взять пешку Е под контроль, чтобы он не мог даже коня туда вывести. Соперник с горя пошел Е5, освобождая стоянку для коня. Но здесь я уже жестко его добивал, забрал, разменялся. Дал промежуточный шаг. Так, на всякий случай, заманить короля, может быть, не знаю, вперед куда-то. Соперник отошел назад, я съел, отвел шахом слона. Подвел обязательно ладью, которая не играет. Все фигуры, друзья, максимально в центр. Чемпионская расстановка не забываем. Ну и после кони Ж6, скромненько пешку защитил. Соперник говорит, ну все, у меня есть открытая линия, при случае буду куда-то врываться, там, не знаю, на Е3, на Е2. Ну я ему говорю, нет, давай меняться, у меня лишняя фигура. Он с горя ушел, я заехал, защитил коня. Ну, естественно, я просто начинаю переводить. Он тут заметался, я его ограничил, чтобы сильно далеко не бежал. На ход опять, хотя, может быть, стоило пробовать куда-то королем вперед идти. Поставил еще С3, соперник неаккуратно сыграл С5. Ну и партия закончилась. Она, в принципе, закончилась по факту давно, на выходе из дебюта, но он до конца играл. И просто А4 мат пешкой, потому что просто некуда королю бежать, скрываться. Вот такая, друзья, дебютная дуэль произошла в защите Каракан. Вариант мне все больше и больше нравится, но надо еще, конечно, его смотреть, разбирать и смотреть, как соперники будут реагировать на уровни как раз 2500 плюс и выше. Всем добра, если понравился такой агрессивный дебют против Каракана, лайк, подписка, с меня новые выпуски. Всем пока-пока и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok